Давайте откроем наши Библии. Я сегодня хотел бы говорить о том, что очень дорого для каждого из нас, так как этот месяц, он посвящен месяц семьи. Бытие, 2 глава, 15 стих. Бытие 2, 15. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в Эдемском саду, чтобы возделывать его и хранить его». Скажи своему ближнему «возделывать и хранить». Возделывать. Другому скажи «и хранить». Бог хочет, чтобы все, что Он тебе дал, ты возделывал и хранил. Вы знаете, есть беспорядочные люди, которые все, что дает Бог, они за этим не следят, и второе, они это не сохраняют. И они постоянно жалуются, рассказывают и говорят, «Знаешь, пастор, у меня было все вначале вот так хорошо, у меня было все так нормально, мы такие влюбленные были с моей женой, мы так любили друг друга, и потом любовь прошла. Все куда-то улетучилось». Она говорит, «Ой, пастор, Господь дал мне исцеление, и вначале я такой, как олень горный, бегал, бегал и добегался». Она говорит, «Ой, пастор, Бог дал мне служение, вначале все так было хорошо». Вы знаете, все, что Бог дал нам, Он передал это для того, чтобы каждый из нас, Библия говорит, возделывал это и хранил. Я помню однажды, мы были в Корее, с одним пастором, мы пришли на утреннюю молитву на пять утра. Кореицы – это такая нация, они все рано встают, но они потом весь день спят. И причем спят везде. Мы там восхищаемся. Вот они так встают в три утра. Я иногда смотрю на них, думаю, лучше бы ты в восемь утра вставал, но хоть не спал нигде. И мы пришли на утреннюю молитву, и заходим в зал, и там люди молятся. Много людей молилось. Несколько тысяч человек было в пять утра на молитве, и они молятся, молятся. И я смотрю, некоторые люди, там лавочки такие, они вот так на лавочку раз, лягли и спят. Кто-то молится, они такие. И пастор один проходил такой, лучше один день в Доме Божьем, чем в шатрах нечестия. Я говорю, ну это ты к чему? Ну лучше спать в Доме Божьем, чем в шатрах нечестия. Я говорю, у тебя что, Дом шатра нечестия, или что? Знаете, Бог, Он дал тебе семью. Бог дал тебе твоих родственников. И Бог не хочет, чтобы это был какой-то дом разврата, дом проклятия, нервов и тревог. Бог хочет, чтобы это был Эдемский сад. И знаете что? Бог всегда дает все в хорошем виде. Вы знаете, что Бог не дает ничего бракованного. Когда ты говоришь, Господи, ты дал мне эту жену, она какая-то бракованная. Можно возврат сделать. Охрана, отмена, аннуляция. Бог не давал тебе бракованную жену. И тебе, дорогая женщина, Бог не давал бракованного мужа. И дети твои не бракованные вообще. Какие-то китайские дети. Они не китайские, они украинские. Аллилуйя. И это вы сегодня невеселые. Все, что дает Бог, оно хорошее. Когда Бог дает детей, Он дает хороших детей. Когда Бог дает семью, Он дает хорошую семью. Когда Бог дает благословение, Он дает хорошее благословение. Я буду кричать на вас, пока вы громко аминь не скажете. Бог говорит, что Он дает все хорошее. Библия говорит, благословение Божие, оно обогащает и печали собой не приносит. Это Бог. Он хочет дать тебе все самое лучшее. Но Библия говорит нам, что Бог посадил человека в Эдемский сад, и Он дал ему задание. Послушай, когда Бог дает тебе благословение, Он дает тебе с благословением задание. Он говорит, тебе надо в этом благословении делать так, чтобы все, что я тебе дал, ты об этом заботился. Аллилуйя. О детях надо заботиться. О своей жене надо заботиться. О своем муже надо заботиться. И охранять. Аминь. Бог сказал Адаму, тебе надо охранять Эдемский сад. Тебе нужно охранять Эдемский сад. Послушай, родители, нам надо охранять своих детей. Мужья, нам надо охранять своих жен. Жены, нам надо охранять своих мужей. Нам надо охранять все благословение, которое Бог дал нам в нашей жизни. Вы знаете, люди, они не любят о чем-то заботиться. Они хотят что-то купить однажды, что-то приобрести однажды, чтобы оно такое, вот оно не ломалось, не портилось. Все хотят купить такую машину, чтобы она не ломалась. Холодильник такой, чтобы в нем сама еда появлялась. Самопополняемый. Вот. Чтобы все, что у нас появлялось в жизни, оно такое само себе заботилось. Само себе заботилось. послушай, но Бог, когда дает тебе благословение, во-первых, ты должен быть благословению, готовым быть. Аминь. Потому что о всем хорошем должен быть хороший уход. Знаете, часто не наши жены плохие, не наши мужья плохие, просто уход не очень хороший. не очень хороший уход. Не машина плохая. Часто иногда уход за ней не очень хороший. Однажды купил машину и ездил на машине, все было нормально. И однажды я приехал к одному брату на СТО, и я говорю, да вот машина у меня, а он мне спрашивает, а какой ты бензин туда заливаешь? Я говорю, ну, знаешь, в книжке написано по инструкции было 95-й, на бачке написано 95-й, поэтому я заливаю, угадай, какой? 95-й. А он мне говорит, слушай, это корейская машина. Корейцы, они просто не знают, какой у нас 92-й. Поэтому они пишут, заливай 95-й, а у нас 92-й. Если ты будешь 92-й заливать, он же такой же, как 95-й. Ты будешь заливать сюда 92-й, и машина будет меньше кушать, быстрее ехать. И знаете, что самое интересное? Мы иногда слушаем таких людей, которых не надо слушать вообще, но просто вот сильно красиво рассказывает. Вот сильно красиво рассказывает. Он так красиво мне сказал, заливай 92-й. Вообще 92-й, это нормально, заливай. Вообще все у тебя будет лучше, чем 95-й. И я такой вдохновленный, думаю, класс, гривну буду экономить. На каждом литре меньше расход будет, все у меня будет классно. Я начал заливать 92-й, везде езжу, заливаю 92-й, заливаю 92-й, заливаю 92-й. Однажды еду, еду, она раз встала и не едет. Я отвез ее на СТО, они начали ее смотреть. Я говорю, так у вас там, я не разбираюсь там, короче, что-то с мотором случилось. И мне мужик спрашивает, а ты какой заливаешь? Я говорю, ну вообще заливал 95-й. Это 95-го, такого не может быть. Я говорю, ну потом начал 92-й. я приехал к этому брату, а он такой стоит, ну да, она была 95-й. Библия говорит, Бог посадил нас в Эдемский сад и Он дал нам задание. Он дал изначально человеку задание заботиться. Заботиться. О детях надо заботиться. О семье надо заботиться. Все хорошее, оно само по себе не растет. О чем-то хорошем нужно всегда прилагать массу заботы. Массу заботы. Если ты хочешь взять что-то нормальное, что-то благословенное, послушай, это благословенное, о нем заботиться надо. Ему нужно правильное питание давать. Аминь. Аминь. Я помню, когда-то моя мама купила моей сестре собачку. Шицу. Японскую. Японская королевская собака. Такая она вся. С такими длинными волосами. Беленькая такая, с бантиком. И когда нам ее, мы ее купили, нам сразу же дали с ней инструкцию. Ну как, после того, как мы заплатили деньги, нам уже начали рассказывать потом. Это собачка. Ей одной оставаться нельзя. А что будет, если она одна останется? Увидите. Она сейчас у нашей бабушки живет. Вот мы были сейчас, день рождения было, день рождения открытия храма церкви в Павлограде. И мы поехали туда. И моя бабушка там была, служение только закончилось. Она вот так ко мне подошла. Едемо до дому. Я говорю, так сейчас банкет, мы будем общаться. Она говорит, нет, собачку долго оставлять нельзя. Я говорю, а что, увидишь что? Просто откроешь дверь и увидишь через три часа, что будет. Потому что собачка, она со страха от того, что она одна, она начинает делать страшные вещи. Поэтому вот эта собачка, ее одну изставлять нельзя. И вообще она кушает телятину и рис. А что, свинину нельзя? Нельзя. А вот эта нельзя? Нельзя. А что? У нее волосы будут выпадать. И пугать ее тоже нельзя. А что ее пугать? А они говорят, ну если сильно испугаешь, у нее глаза повылазят. Выпадают. У нее такие большие глаза, они там, ну, плохо прикреплены. Поэтому, когда она сильно волнуется, у нее так глаза, пыу, знаете, как игрушка надавливает, что у нее глаза. Папа однажды его кинул в бассейн. Он так перелякался, что у него один глаз уже почти выпал. Мы его вовремя вытянули, и он как-то чуть-чуть успокоился, и глаз залез обратно. Знаете, она красивая, эта собака. Она такая добрая. Она вот так вот, ты приходишь, она вот так ложится на тебе. Она дарит тебе столько радости, столько удовольствия, столько счастья, столько благословения. Понимаешь, там у бабушки моей разные животные ходят. Я даже захожу, у него реально гиена сидит дома. Просто не собака, а гиена. Знаете, такая гиена, ее не хочется брать на ручки. Эту гиену не хочется к себе на кровать пускать. Эту гиену, с ней вообще, с этой гиеной не хочется общаться. Знаете, эта гиена, ее ничего не убьет. Она может есть все. И оставаться сама она может. И жить где угодно она может. Понимаешь, ей не надо в доме жить. Она не боится одиночества. Я однажды, помню, по рынку на Баварии гулял и там проповедовал местным алкоголикам, проповедую, проповедую. Такая собака. Знаете, вот правду говорят, что какой хозяин, я кому-то алкоголику проповедую, он такой страшный весь, заросший, седой весь. И собака рядом стоит, седая. Такая страшная. Такие брови у нее, такие, как у Брежнева. Такая страшная псина. И она такой сидит, ну видно, побитая жизнью. Ну она с ними тусуется постоянно с этими алкажами. Я говорю, как собаку зовут? Он говорит, судьба. Собаку просто зовут судьба. Знаете, что, а вот этой судьбе, о ней никто не переживает, ее никто не охраняет. Я представляю, как они ему дали эту кличку этой собаки. набухались и судьба. Посмотрели на эти глаза, злые, судьбоносные. Когда ты что-то плохое берешь, понимаешь, о плохом заботиться не надо. И охранять плохое не надо. А вот хорошее, братья и сестры, охранять надо. Что такое семья? Знаете, это то, что нам нужно охранять. Нам нужно охранять это нашими физическими усилиями, материальными усилиями. Да, нам надо финансово охранять нашу семью. Да, нам нужно душевно охранять нашу семью от обид, от разочарований. Нам нужно охранять нашу семью от всякого слова, корня, который может попасть в сердце человека, в сердце детей, в сердце жены, мужа. Но знаете, больше всего нам нужно охранять нашу семью духовно. И многие люди, они охраняют свою семью разными путями. Смотришь, люди с утра до вечера, они работают. Для чего они работают? Когда ты задашь вопрос, для чего ты по три работы берешь? Для чего ты столько пашешь с утра до вечера? Люди тебе скажут, я хочу защитить свою семью материально. Я хочу сделать так, чтобы моя семья не знала, что такое бедность, что такое нужда, голод, холод, одиночество, чтобы моя семья не знала, что такое жить, где попало. Я хочу оградить мою семью от материальных проблем. Для чего люди, они ездят в отпуск, общаются, проводят время друг с другом. Послушай, они пытаются защитить свою семью душевно. И надо защищать свою семью душевно. Понимаешь, если ты не будешь разговаривать со своей семьей, кто-то другой начнет разговаривать с ней. Я говорю, я не хочу разговаривать со своей женой, она меня достала. Если ты не хочешь с ней, кто-то другой будет разговаривать. И не факт, что тот, кто будет разговаривать с ней, хороший. Знаете, Адам он был нормальный мужик. У него была одна проблема. Он думал, что если Господь ему Еву дал, то он как-то сам о ней и позаботится. А Господь Еву дал Адаму. И Эдемский сад дал Адаму. Он сказал, вот тут владычествуй, вот тут управляй, вот тут руководи. И знаете, Адам там, не знаю, может быть он пошел опять имена давать животным по-новому. Может быть он пошел какой-то новый вид зебры найти где-то там в Эдемском саду. Я не знаю, что он делал. Он там служил, молился. Что можно в Эдемском саду делать? Было. Телика нет. Интернета нет. Футбола нет. Ничего нет. Еда и жена. Еда, жена и хороший воздух. Хорошая комбинация вообще. Он говорит, радуйтесь, все. Живите, будьте счастливы. Я все устроил. Вообще, я, как один проповедник говорил, когда мы на небо придем, первое дело, что я сделал, я не буду искать ни Павла, ни Петра. Я, говорит, найду Адама и набью ему морду. За то, что он съел это яблоко и испортил мне всю жизнь. Я из-за него молюсь, страдаю, пащусь. Из-за него у меня надо с грехами бороться, потому что он просто, просто Господь говорит, вот тебе жена, вот тебе хорошая атмосфера, вот тебе хороший дом, еда. Все у тебя будет слушаться. Просто общайся со своей женой. Живи. Радуйся, наслаждайся жизнью. Вы даже голые ходите. Вообще, все у вас четко. А вместо того, Адам где-то там лазил, бродил, и в то время, когда Адам где-то лазил, жене стало скучно, она начала ходить одна, одна, одна. Бойте, что в вашей семье никто не оставался один. Скажешь, а что? Узнаешь. Джойчик останется один, и ты узнаешь. Потом, что будет происходить. И вот, Ева осталась одна, и когда Ева осталась одна, а ей так хотелось с кем-то поговорить, потому что это Бог вначале уже заложил в женщине, что она хочет постоянно что-то кому-то рассказывать, что-то кому-то рассказывать, с кем-то общаться. Вот, и она общалась, она хотела с кем-то общаться, а с кем общаться? И вот Библия говорит, был один, с кем можно было там пообщаться. Змей был хитрее всех. Он умел разговаривать, и он вылез из дерева, и говорит, пш-пш-пш-пш. А Ева, шо-шо-шо-шо-шо? Подойди поближе, пш-пш-пш-пш. И он ей начал там рассказывать, а вот, а Бог не так сказал, а ты вот так вот услышал, Адам, а где твой муж, Адам? Она... И он ей что-то наговорил, она съела яблоко это, может, это было не яблоко. Знаете, дьявол жену накрутил, а жена накрутила мужа. Аллилуйя. Потому что написано, дьявол дал ей, а она дала мужу этот плод. Этот плод можешь как угодно расценивать. Но факт остается фактом. Знаете, Бог дал задание Адаму охранять. отчего? Он ничего говорит. Если бы Адам был корейцем, у змея бы ничего не получилось. Потому что кореец Адам, он бы прибил змея и пожарил его. Адам не был корейцем, поэтому они взяли этот плод, съели. И знаете, оба почувствовали проклятие, почувствовали проблему. Отчего? Знаете, кто-то не захотел охранять. Знаете, помимо душевной ограды, помимо физической ограды, должна быть ограда духовная. Скажите, что такое ограда духовная? Нам надо молиться за свою семью. Нам надо молиться за свой дом. Нам надо поститься за свой дом. Библия говорит, что Ио в каждую неделю после выходных он ставил жертвенник, он приносил жертву и говорил, Господь, это жертва за моих детей. Зачем Ио они же у тебя нормальные, они же у тебя рабочие, они же у тебя служат Богу. Он говорит, Господи, вдруг они там отдыхали, гуляли, сделали что-то не так, в суете сказали против тебя что-то. Господи, прости их, он приносил каждую неделю жертвы за своих детей. Знаете, что он хотел сделать? Он хотел своих детей оградить от зла. Аминь. Оградить. Знаете, многие люди, они не хотят ограждать свою семью, они не защищают свою семью духовно, они позволяют своей семье быть не под защитой. Ты смотришь, дети в ад идут, жена, муж, не знаю, где-то ерундой какой-то страдает. Скажешь, ну, это хай мужик всех нас защищает. Братья и сестры, кто истину познал, пусть тот и защищает. Кто истину познал, пусть тот и защищает. Даже если ты ребенок, а твои родители неверующие защищай молитвой своих родителей. Если ты отец или мать, неважно, кто ты, ты должен стать на защиту своих детей. Знаете, кто такой дьявол? Библия говорит, дьявол это вор. Аминь. Дьявол это самый главный вор. Знаете, что хочет сделать дьявол? Что хочет сделать дьявол? Он хочет своровать твое благословение. Когда вор приходит, смотрите, когда вор приходит, он в доме ищет самое драгоценное. Он не ищет всякую ерунду. Ты же, не было такого, что вор залез в дом, мусор забрал и ушел. Чисто пришел мусор забрать у тебя. Вор, он когда залазит, первое, что он делает, он ищет, где тайник, где сейф, где может что-то драгоценное быть, где золото, где серебро, копилка на крайняк, копилка на крайняк, телик вынес. И сестра рассказывала, говорит, к нам вор залез, я говорю, что украл? Он говорит, постельная и шампунь. Я говорю, ну да, сестра, не сильно у вас хорошо все. Когда вор приходит, он хочет найти самое драгоценное. Знаете, что у нас самое драгоценное? Это наши родные. Это наша семья, это наши дети, это наши жены, это наши мужья. Вот что наше самое родное. За детей своих люди готовы все отдать. Но ты смотришь, если человек свое золото имеет, он его охраняет. Если у него чуть-чуть денег появляется, он пытается их как-то сохранить. Но когда у человека появляется что-то намного дороже, что-то намного дороже денег, серебра, золота, твои близкие, знаете, что люди, они даже не пытаются, слышите, даже не пытаются их сохранить. Ты скажешь, откуда, пастор, ты знаешь, что я не пытаюсь сохранить? Да потому что утром тебя на молитве нема. Ты приходишь мне рассказываешь, пастор, мои дети не хотят служить Богу. Что это такое? Скажи им. Я не буду ничего говорить им. Восемь утра на семь. На семь. С семи до восьми. Защищай своих детей. А, а я так не хочу, пастор. Я хочу, как, денег им дать, образование им дать. я хочу нам им сказать, на море их свозить. А, ты так хочешь, да? А так ничего не получится. Знаете, что, дьявол денег не боится. Да. Оттого, что ты ему дашь хорошее образование, ты его не застрахуешь от того, что он не будет наркоманом. Да, потому что, знаете, сколько у нас образованных людей на репцентре. Я вас познакомлю. Да. Деньги не защищают от дьявола. И душевные отношения не защищают от дьявола. Я буду, я буду душевно вот с моим сыном, или со своим дочерью, или со своим мужем, или с женой общаться вот так вот душевно. Вот буду говорить, давай, вдохновлять, мотивировать. Психологические тренинги проводить над ними. А это не защищает. Защищает дух. Дух Божий может защитить, когда Яков благословлял своих внуков. Он сказал, Господь, пусть тот ангел, который ходил со мной и защищал меня от зла, пусть он пойдет с детьми Иосифа. Есть духовная защита, и мы, как духовные люди, должны позаботиться о духовной защите. Должны позаботиться о духовной защите. Если ты родитель, прежде всего переживай, чтобы твои дети в церкви были. Ой, да он такой занятый, он так учится, он так сильно учится, он так сильно учится, мучится. Заботься, чтобы они были в доме Божьем. Заботься, чтобы они знали Бога. Когда в этом Египте Библия говорит, Бог захотел вывести народ Израиля из Египта, Он собрал Своих, свой народ, и Он собрал отцов, и Он сказал, мужики, слушайте меня внимательно, вам надо всем в эту ночь взять Агнца, заколоть его, помазать косяки дверей кровью Агнца, сесть со своими детьми, ой, они на учебе, забери с учебы, сядь со своими детьми, сядь со своей женой, сядь со своим мужем, и вам надо этого Агнца, то, что мы сегодня будем делать, это принимать хлеб и вино, это Агнец Божий, это Иисус Христос, Библия говорит, сядь, возьми этого Агнца, и со своей семьей ты должен его съесть, причем полностью, знаете, когда Моисей пишет закон, он говорит, собирай своих детей и внушай им, внушай, внушай, ой, пастор, это как-то неправильно внушать, как-то неправильно, это мы можем травмировать психологическое состояние нашей семьи, знаете, если бы они так сильно в тот день переживали о психологическом состоянии, потому что я вам честно скажу, взять Агнца, убить его на глазах детей, потом кровью намазать свой дом, ну, это как-то сильно портит психологическое состояние, да, а потом заставить съесть его еще и с копытами, написано было полностью съесть Агнца, такое, так портит психологическое состояние, вот эти молитвы, где мы орем по ночам, молимся, постимся, если бы они переживали за психологическое состояние своих детей, своей семьи, они бы все лишились своих первенцев, знаете, в чем была защитой, защитой была кровь Агнца, и когда этот ангел-губитель шел, пойми, там эту семью не мог защитить никто, никто, ни деньги не могли защитить, там Бог не сказал, слушай, быстрее, купи диплом, быстрее, уже если юрист, ангел-губитель пройдет мимо, если доктор, ангел-губитель пройдет мимо, нет, он сказал, Агнец, кровь Агнца, знаете, нашу семью может защитить только знание Иисуса, нашу семью может защитить только духовный Божий покров, Божий покров, Божий покров, на дверях нашего дома должна быть кровь Иисуса Христа, на дверях нашей семьи, послушай, у нас должна быть защита, пасторы, они еще не верующие, они еще не спасены, послушай, будь свидетелем Иисуса Христа в своем доме, аминь, будь проповедником правды в своем доме, будь защитником, духовным защитником, который молится за своих детей, который молится за своего мужа, за свою жену, не хает их с утра до вечера и рассказывает, какой он плохой, слушай, я не хочу слушать твои жалобы, я хочу слышать твои молитвы, не надо сжаловаться, слезами горю не поможешь, не надо ныть о своих проблемах, надо молиться о своих проблемах, если бы ты столько времени простоял на коленях, сколько ты плачешь, сколько ты жалуешься, сколько ты рассказываешь, какие у тебя неправильные родные, если бы ты столько простоял на коленях, послушай, ситуация была бы совершенно другой, совершенно другой, но люди, они вместо молитвы, они жалуются, мы должны завоевать, мы должны отстаивать, мы должны построить защиту, 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 чтобы даже, когда дьявол и захотел кого-то убить, кого-то украсть, кого-то разрушить, ангелы, которых ты своей молитвой выслал, они не дали упасть, не дали подскользнуться, не дали споткнуться в этой жизни, чтобы Божья защита была, мы должны вымолить наше будущее поколение, аминь, мы должны вымолить наше будущее поколение, мы должны выстоять на молитве, послушайте, ты должен стать молитвенным воином, не будь нытиком, не будь разочарованным человеком, который постоянно ноет и плачет, будь человеком молитвы, произошла одна ситуация, однажды Библия говорит, что Давид, он пошел воевать, и он взял всех своих воинов, и они пошли сражаться, и как часто так бывает, что мы в своей жизни все свои силы, все, что у нас есть, направляем на решение каких-то наших проблем, мы направляем их на достижение каких-то целей, мы пытаемся куда-то прорваться, что-то взять, что-то ухватить, и знаете, когда ты даже куда-то идешь вперед, не забывай о духовной защите. Знаете, столько пастырей, они имеют большие церкви, они имеют большие служения, но они потеряли детей, они потеряли своих семей, потому что дьявол знает, если он украдет у тебя самое дорогое, самое ценное, то мало, то есть не имеет значения вообще, что ты там заработаешь, не имеет значения, что ты там заработаешь, не имеет значения, что ты там достигнешь, потому что если ты потеряешь самое ценное, то, что было в Египте, они все в одну ночь потеряли своих первенцев, умные, сильные, защищенные, материально защищенные, самая богатая страна, душевно защищенные, они там все психологи рылись в, вытаскивали потенциал из друг друга, но когда этот ангел-губитель прошел, там было без разницы, кто это был, слышишь, там было без разницы, кто это был, там было важно одно, есть ли кровь на косяках, братья и сестры, нам нужна защита, я говорю, нам нужна защита, нам нужна забота, нам нужна защита, и Библия говорит нам в Первом Царстве 30-й главе, в третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секилах, а маликитяне напали с юга на Секилах и взяли Секилах и сожгли его огнем, а женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли путем своим, и пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери взяты в плен, и поднял Давид и народ бывший с ним вопль, и плакали, доколе не стало у них силы плакать, и взяты были обе жены Давида Ахеона, Ахеона, дай им ей Бог здоровья, Ахеноома, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармельтянина, Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. Такая печальная вообще печальная состояние, ситуация. Давид, воин, храбрый, царь, бегает где-то, что-то там делает, победы у него, выигрывает. И знаете, пока человек так был сильно занят своими победами, враг пришел оттуда, откуда ты не ждал. Братья и сестры, если враг придет, как река, пусть дуновение духа, я говорю, дуновение духа, пусть его прогонят от наших жен, от наших мужей, от наших детей, во имя Иисуса. И Библия говорит, когда они возвращаются, с победой, с добычей, а эту добычу нести некому. Жены нету, детей нету, все, что было, все разворовали. И Библия говорит, люди начинают плакать. Брат, сестра, не надо плакать, потому что, если сильно долго плакать, можно придумать странные вещи вообще. Они так сильно плакали, так сильно плакали, что они сказали, убьем пастора. А что пастора? Ну так он же пастор. Чего он за детьми нашими не следил? Он же пастор, почему он так плохо проповедовал, что они теперь не хотят в церковь ходить? Чего он так плохо служил? Давай его убьем, этого Давида. Слушай, Давид я ничего плохого не сделал. Просто, когда мы шли куда-то, надо было хоть кого-то оставить. Аминь. Надо было хоть кого-то оставить. Пастор, а что оставлять? Это ж от Бога, если от Бога. Все, что от Бога побеждает мир. Брат, сестра, все, что от Бога, надо защищать. Надо защищать. Твоя семья, она от Бога, ее надо защищать. Знаете, когда люди думают защищать семью, это значит закрыть их всех дома. Никуда не пускать. Нет. Наоборот, тебе надо позаботиться, чтобы твоя семья была в правильном месте. Твои дети были на воскресной школе. Чтобы твоя жена или твой муж была здесь на собрании. Чтобы ты во время молитвы не прогулку с мужем и с женой устраивал, а во время молитвы молился с женой. Знаете, почему? Потому что душевная защита слабая. Материальная защита слабая. Но семья, которая вместе молится с Господу, она сильная. Она сильная. если бы люди почаще вместе молились, они бы не так часто плакали. Эти люди, они не имеют этой практики. Они не видят свою семью духовной. Они говорят, ну, самое главное, что здоровье есть. Знаете, там были здоровые первенцы. Здоровые, сильные. Однажды одна семья, они потеряли ребенка. И, знаете, всегда, когда такое случается, всегда у тебя вопросы появляются. Ты как верующий человек начинаешь думать. А что так произошло? Верующий, верующий. Церковь ходит, ходит. крещённые Духом святым, крещённые. Не блудили, не грешили. Всё было нормально. И так произошло. Ребёнок умер в природах. Так плохо. Так, знаете, меня звали молиться, просили молиться, молились, в церковь молились, ничего не произошло. Ребёнок так умер. Я помню, я пошёл в тайную комнату, я начал молиться. Я говорю, Господь, ну почему? Ну почему? Я часто стараюсь не задавать Бога вопросы, но знаете, когда ребёнок, который ничего плохого не сделал, ну зашёл. Я говорю, почему, Господь? Знаете, вдруг, я когда молился, у меня одно место из Писания в духе поднялось. В Библии написано, молитесь, чтобы избежать летущих бедствий. знаете, так часто мы думаем о сегодня, но не думаем о защите. Мы не думаем о защите. Когда твои дети идут в школу, поднимай свои руки, освобождай защиту. Помню, каждое утро, я вставал утром, я шёл в комнату к своим родителям, я говорю, папа, благословляй, благословляй. Я иду, и думаю, защита со мной. Аллилуйя. Нам нужна защита. Молитесь, чтобы избежать грядущих бедствий. Знаете, нам надо молиться, чтобы наша семья была под защитой. Потому что дьявол, он ходит, как рыкающий лев. Понимаете, дьявол, он не спит. Мы тогда всё сваливаем на людей, мы говорим, а этот человек это выбрал, а этот человек это выбрал. Ты знаешь, если бы ты вовремя дьявола шуганул, он бы это и не выбрал. Если бы ты вовремя встал в проломе, начал молиться, защищать, строил духовные стены, не карьерой своей с утра до вечера занимался, а строил стену духовную. Знаете, иногда нам не видно этих вещей, но если мы не видим этого, это не означает, что этого нет. Если мы этого не видим, это не означает, что этого нет. Духовный мир реален. Дьявол хочет убить твою семью. А если ты верующий, он ещё больше хочет убить твою семью. И нам нужны молитвы. И Давид приходит, они все начинают плакать. Захотели Давида убить. Давид вообще в шоке. Он не понимает, что происходит. Он как в страшном сне. Всё потерял в один день. И Библия говорит, что когда всё это происходило, ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих, но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику сыну Ахимилехову, принеси мне Ифот. И принёс Авиафар Ифот к Давиду и вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчища. И догоню ли их, и сказано ему, преследуй, догонишь, отнимешь. Преследуй, догонишь, отнимешь. У Бога вообще всё просто. Это у тебя всё сложно. Ты ноешь, плачешь. Вместо того, чтобы ныть и плакать, зайди в свою тайную комнату, молись. И даже если что-то у тебя уже украдено, надо вернуть назад. Надо вернуть назад. Надо вернуть назад отношения, надо вернуть назад своих детей. Послушай, не будь лицемером, не прячься от проблем, не ври сам себе. Если ты не видишь своих детей, молящихся, за них надо молиться. Если ты не видишь своих детей в огне, служащих Богу, они там всякой ерундой, они занимаются, обо всём думают, обо всём мечтают, кроме одного. Знаете, я как пастор, я всегда молодежь спрашиваю, о чём ты мечтаешь, о чём ты мечтаешь, о чём ты мечтаешь. О, люди стали меркантильными сегодня. Пастор, я хочу хорошо жить, я хочу хорошо питаться, хочу на хорошей машине ездить. Наверное, я буду бизнесменом, политиком, ну, как минимум, директором репцентра. ты должен Господу хотеть служить прежде всего. Господу ты служителем должен быть. У тебя может быть разная профессия, но ты должен быть священником, священником Бога живого. Это должна быть твоя мечта, об этом ты должен думать. Я буду за это молиться. И ты, мама, папа, тоже за это молиться должен. Ой, да хай, что хотят, то и делают. Знаете, вот так Давид ушёл, да хай, хотят, что то и делают. А он пришёл, а их нема. А чё их нема? А они где-то украли их. Украли. Что украли? Деньги украли, мир украл, суета украла. И все плачут. Слава Богу, что Давид вовремя пришёл в себя. В Библии написано, что народ мой разграбленный, разорённый, и все они связаны в подземлях и сокрыты в темницах, сделались добычей, и нет избавителя ограблены, и никто не говорит отдай назад. Знаете, мы сегодня должны сказать отдай назад, дьявол. Мы должны посмотреть на своих детей и сказать отдай назад, дьявол. Мы должны посмотреть на своих мужей, жёл, он скажет отдай назад, дьявол. В Библии говорит Никто не говорит, никто не говорит, никто не говорит. Если ты даже не будешь говорить, ты ничего не вернёшь. Надо говорить, надо требовать, надо требовать. Знаете, ворон будет тебя воровать до тех пор, пока ты с него спрашивать не будешь. До тех пор, пока ты к дьяволу не научишься обращаться. Аминь. Однажды мой отец, они продали камеру. Была у них камера. И он начальнику милиции, начальник милиции пришел, говорит, пастор, Андрей, может у вас какая-то камера старая, нам надо купить камеру. И он продал им камеру за 150 долларов. Но это давно было. И он говорит, я отдам через месяц. Месяц прошел, а он не отдает. Он не отдает. Знаете, Библия говорит, никто не говорит, отдай назад. А праведник, он должен возвышать свой голос за правду. Поэтому он пришел в милицию, а там в милицию нелегко пройти. Там же, знаете, все эти решетки. Говорит, мне нужно к начальнику милиции. А его помощник вышел, говорит, пойдемте с вами поговорим. И он достал такой список. И он говорит, смотрите, магазин такой-то, милиции подарил вот это. Магазин такой-то, милиции подарил вот это. Магазин такой-то, подарил милиции вот это. Вы же бедные, нуждающиеся. Вы же, как вы думаете, что надо сделать? Папа говорит, что надо сделать? ну мы там вам должны ну тут же понимаете мы же милиция начальника позовите начальник заходит что вот это ходите за эти 150 долларов шо вот это ходить и шо вот это ходить папа давай так скажи мне честно скажи я тебя пастор андрей кинул на 150 долларов вот так скажи мне это в лицо а он а что будет тогда ничего не будет просто скажи просто скажи я тебя кинул пастор андрей вот так скажи да не 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 ну начал отнекиваться папа вышел с милицией через несколько часов это бандит в нашем городе приехал на машине и пастор в этом вам должны 150 долларов вам просили передать знаете дьявол что-то держит до тех пор пока ты не потребуешь назад не потребуешь назад эти я волок обокрал тебя ты сидишь и смотришь был я такой огненный знаете такой огненный был вот это два года назад а сейчас что-то случилось даже не знаю шо ты обворованный ты терпила тебя кинули понимаешь тебе пришли домой залезли и забрали у тебя огонь желание служить понимаешь это время такое перегорел это не время такое дьявол ходит как рыкающий лев и он вот таких вот добреньких христиан которые не могут сказать отдай назад не могут сказать ой это ж милиция пастор как я и скажу отдам назад ой это ж это ж бесы как я им скажу отдай назад вот именно у тебя есть господь надо зайти в комнату сказать господь что делать а господь тебе скажет что делать господь скажет догонишь от не мешокatic голодишь чертю ведь все этим лишь радость от share Счастье заберешь назад! Здоровье назад заберешь! Догонишь! Отнимешь! Ну что надо делать? Надо догонять! Надо догонять! Не надо быть терпилой, сидеть и плакать вечную! Что забрали? Кинули, обворовали! Надо идти, забирать! Ты же знаешь, что у тебя украл! Ты же знаешь этого начальника бесов, который не возвращает тебе то, что украл! Надо идти, смотреть в дьяволу в глаза и говорить, ты все мне отдашь! Причем не просто отдашь, все мирократ отдашь! Даже если что-то у тебя украли, братья и сестры, надо вернуть! На это и есть кровь Иисуса! С кровью Христа мы все вернем! С кровью Иисуса Христа мы все вернем! Когда был исход, они сказали, так, нас никто не умрет! А мало того, что никто у нас не умрет дома! Мы еще все, что у нас египтяне за эти 300 лет украли, мы вернем! Поэтому Бог сказал, идите и скажите им, отдай назад! Идите, попросите у них золото! Попросите у них серебро! Пойдите, позабирайте у них все! И они пошли! Слышишь? Ты не получаешь, потому что ты не ходишь! Аминь! Ты не догоняешь! Ты сидишь и плачешь над тем, что у тебя было! А Давид укрепился надеждой на Господа! Он сказал, если это у меня было, значит, это у меня и будет! Если у меня был огонь, он у меня будет всегда! Если у меня была жажда, она у меня будет всегда! Если у меня было стремление, оно будет у меня всегда! Мои дети будут служить Господу! Моя семья будет служить Господу! Как Иисус Навин вышел и сказал, я не знаю, как вы, я за вас не отвечаю, но я говорю за себя, я и дом мой, мы будем служить Богу! Аминь! Отдай назад! Библия говорит, что Давид догнал, забрал. И еще больше забрал. Вот таким ты должен быть. Вот таким ты должен быть, слышишь? Вот таким ты должен быть. Догнать и забрать. Аминь!